Горящая Припять грозит ли миру и второй Чернобыль? Горящая Припять, грозит ли миру и второй Чернобыль? 8 часов 15 апреля 2020 года РИА Новости, Стрингер Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине РИА Новости, Стрингер Москва, 15 апреля Новости, Андрей Коц Президент Украины Владимир Зеленский на 11-й день пожаров в Чернобыльской зоне наконец коротко прокомментировал происходящее Он написал в соцсетях, что руководство страны тщательно следит за ситуацией И вызвал этим негативную реакцию граждан, недоумевающих, почему власти до сих пор не справились со стихийным бедствием К началу недели огненный фронт дошел до заброшенного города Припять, вплотную приблизился к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами и продолжил движение в сторону АЭС О том, чем опасны чернобыльские пожары, в материале РИА Новости Критическая ситуация В зоне отчуждения вокруг атомной станции уже сгорели дотла 12 заброшенных сел Уничтожен знаменитый рыжий лес с деревьями, сильно видоизмененными радиацией Пожар прошелся по могильникам с зараженной техникой, которую использовали при ликвидации аварии в 1986 году 13 апреля, 19 часов Пожар в Чернобыле, огонь дошел до Припяти В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям вчера уточнили, что воспламенились трава и лесная подстилка Огонь распространяется в трех лесничествах Карагодском, Котовском и Денисовецком Однако ближе к вечеру появились сообщения о начале верховых пожаров вблизи сел Росоха и Кривая гора Таким образом, очаги возгорания стремительно множатся Несмотря на то, что прошедшие над Киевской областью 14 апреля дожди немного замедлили этот процесс Сотрудница пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко охарактеризовала ситуацию как неконтролируемую и критическую На борьбу со стихийным бедствием в Чернобыльскую зону перебросили пожарных и оборудование со всей области Остановить огонь пытаются более 40 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета и вертолета Бойцы пожарных расчетов практически не знают ни сна, ни отдыха При этом, по сведениям ряда украинских СМИ, им даже не выдали индивидуальные средства защиты от радиации РИА Новости, Стрингер Пожарный во время отушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Тем не менее определенных успехов огнеборцы все же добились Они ликвидировали несколько очагов, но справиться со всеми физически не хватает возможностей Сейчас все силы брошены на то, чтобы не подпустить пожар к самой АЭС Бойцы пытаются пропахать рвы вокруг станции, работая в чрезвычайно опасных условиях По их словам, ситуация на этом направлении под контролем и огонь не должен затронуть как накрытый саркофагом четвертый энергоблок, так и другие строения Опасность распространения По словам экспертов, главная опасность происходящего в том, что радиоактивные частицы ветер может занести в города и отравить там воздух Не исключено, что изотопы осядут в почве и попадут в пищу вместе с овощами и фруктами По иронии судьбы украинцев от радиации спасает коронавирус Из-за карантина большинству граждан не выходят из домов и носят медицинские маски Однако вероятное распространение радиации беспокоит не только украинцев Облако вредных частиц после взрыва в 1986 накрыло значительную часть Европы Больше всего загрязнению подверглись территории Украины, Белоруссии и России Вчера, в 8.47 Зеленский следит за ситуацией с пожаром в Чернобыльской зоне Опрошенные РИА новости российские экологи сходятся во мнении Что возгорание в зоне отчуждения чрезвычайно опасно для окружающей среды Причем масштабы нанесенного ущерба еще предстоит оценить Велик риск выхода и бесконтрольного распространения радиоактивных веществ Покоящихся сейчас в многочисленных могильниках рядом с ЧАЭС Дело не только в том, что пожар приближается к каким-то объектам Вся земля вокруг КАЭС По сути, загрязненная зона Объясняет один из активистов Дезактивация там не проводилась Да, саму станцию подвергли очистке Но равно настолько, чтобы там могли безопасно работать люди А ведь на десятки километров вокруг обширное пространство Где скопилось огромное количество радиации Эту площадь просто невозможно очистить С пожарами начался новый виток радиоактивного загрязнения прилегающих территорий Границы не закрыть По словам специалистов-экологов Разнесенная с дымом и горячим воздухом радиация опасна тем, что не будет лежать в земле мертвым грузом Зараженные частицы просачатся в почву, попадут в грунтовые воды, разойдутся по рекам и разлетятся с пылью в засушливый сезон Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец на своей странице в соцсетях сообщил, что радиоактивные изотопы из Чернобыля могут попасть и в несколько российских регионов По его словам, частицы из зоны пожаров через шесть часов теоретически могут оказаться в атмосфере Брянской области Через девять часов в Калужской и Орловской, через двенадцать в Тульской и Московской областях, через пятнадцать-восемнадцать часов способны достигнуть Верхневолчья, через сутки Вологодчины Впрочем, Управление МЧС по Брянской области, ближайшей к украинской границе, передает, что радиационный фон в регионе пока в норме В других субъектах Федерации дозиметры также не показывают повышенных значений Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС В Республиканском центре по метеорологии Белоруссии сообщили, что радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышение параметров не зафиксировано В ведомстве отметили, что уровни суммарной бета-активности и содержания ЦЗ-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям Тем не менее и российские, и белорусские специалисты сохраняют повышенную готовность Нельзя исключать ухудшение радиационной обстановки